А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательства на нашу историю. В чемпионате по греплингу, проходившей в Ингушетии в городе Магас, в очередной раз ингуши показали чеченцам свое истинное лицо. Как стало известно из достоверных источников, ингуши толпой напали и избили чеченских спортсменов, и это не впервой. Так в 2019 году различные СМИ начали публиковать посты о массовой драке в Ингушетии между местными ингушами и прибывшими из Чечни самбистами. Сначала подробно расскажем вам про конфликт 2019 года. Именно в том году 1 декабря в Ингушетии проходил турнир по боевому самбо, где также участвовали бойцы из Чечни. В Ингушетии во дворце спорта Магас во время схватки бойца из Ингушетии против спортсмена из Чечни произошла массовая драка. Причиной столкновений стала провокация тренера ингушского бойца. Уже после него на татами выбежали все спортсмены, тренеры, болельщики, а из трибун были слышны выкрики «Давай!», призывающие нападать с толпой на значительно уступающих численности чеченцев. В комментариях под видео ингуши начали оправдывать поведение своих земляков тем, что чеченцы заступились за осетин и получили свое. Но это обыденная ложь ингушей, к которой мы уже давно привыкли. Истинная причина массовой драки послужила то, что чеченские спортсмены одним за другим выносили местных бойцов зависти ненависть к чеченскому народу, все это в совокупности привело к тому, что ингуши толпой напали на чеченских спортсменов. А теперь поглядим, как все происходило. Чеченский боец в красном самбовке. Фрагменты боев до начала конфликта. Лучший! Один балл в красном. Ввиду не своего времени, а вот только один балл бойцов в красном. Осталось 10 секунд. Балл в красном. Орбита. Орбита. Стоп, стоп. За предыдущие действия активность красного в зеркалке. Активность красного в золдаре. Вот и момент, когда ингуши на ровном месте создали конфликт. В ролике, который мы вам сейчас продемонстрируем, видно, как опять чеченский боец побеждает ингуша. Чеченец находится в доминирующей позиции. А рядом с татами стоит тренер ингушского самбиста, рядом толпа ингушей. Вопреки всем правилам, запрещающим наступать на ковер, когда идет поединок, тренер ингушского бойца решил зайти на татами и что-то высказать негативное в адрес чеченского мальчика. И тут выходит тренер чеченца, который был один, чтобы узнать, что произошло. Дальше возгорается конфликт, ингуши толпой набегают на одного чеченца. Как мы видим, инициаторы конфликта ингушская сторона. Конечно, в родных стенах каждый смелый, тем более, когда против вас 12-летний мальчик и его тренер, в общей сложности два человека. Как говорится, лишь пес кусает гостя у себя во дворе. А теперь перейдем на конфликт, который возник вчера в той же Ингушетии, между местными ингушами и чеченскими юношами. А что произошло вчера на турнире по грепплингу в Ингушетии, рассказывает двоюродный брат, участвовавший в соревнованиях чеченцев. По словам тех юных чеченцев, на которых напали ингуши большой группой. Их ингуши изначально начали провоцировать, обзывать, заходили в раздевалку, пока там никого не было, воровали еду и другие вещи. Слушаем. Два года назад недостойный поступок своих земляков Ингуши, пытались отмазать ложью о выдуманной поддержке чеченцев-осетин на том турнире. Хотя, зная подлость ингушей, навряд ли осетины вообще поехали бы туда. То какое оправдание они сейчас найдут тем своим братьям, которые толпой напали на маленьких детей, об этом мы скоро узнаем. Заканчивая этот ролик, хотел бы обратиться ко всем чеченцам. Не вздумайтесь поступить так, как поступают ингуши с гостями, когда они приедут к нам в гости. Мы не должны уподобляться им или другим недостойным людям.